Добрый день, дорогие телезрители! Меня зовут Александр Крузе, и я с радостью представляю вам нашу новую музыкальную программу «Канон». В ней мы будем рассказывать вам об интересных музыкальных исполнителях, слушать их песни и общаться с музыкантами. Откроет цикл наших передач «Известная российская группа», уряд премии «Золотой граммофон», «Песня года» и MTV Russian Music Awards «Город 312». Мы сегодня в гостях у наших друзей, и сразу бы хотелось начать с вопроса. Любовь к родине явно видна даже в вашем названии. Я поясню нашим телезрителям, что 312 – это телефонный код города Бишкек, вашего родного города. И в одном из интервью вы сказали, что хотите поменять мнение многих ваших знакомых, что в России плохо живется, и отсюда надо уезжать. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что для вас понятие родина. Во-первых, мы никогда нигде не говорили о том, что мы думаем, что в России живется плохо. Нет, говорят, что ваши знакомые многие считают так, но вы абсолютно так не считаете. Нет, 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 это не наша мысль. Сразу от этого уберем, уходим от этой темы, это не наша цитата. Это же наше детство, наша юность, первая любовь, друзья детства, не знаю, твой дом, твой микрорайон, не знаю, твоя улица. Это же не забывается никогда. Многие наши ребята переехали вместе с нами, кто-то в Москве живет, кто-то в России. Мы встречаемся. И самое теплое вспоминание, конечно же, о детстве, о родном городе. Поэтому цифры 312, они все время с нами. Ну, как по-другому. Плюс мы дети советского периода, то есть мы родились еще во времена Советского Союза. И, поверьте, тогда не было различий между Россией, между Кыргызстаном, Узбекистаном, ну и так далее, Белоруссией, Украиной. Такие бизнеса, в общем. Ну, конечно, поэтому для нас это все единое. И, поверьте, у нас из-за этого, может быть, еще так сложилось, что у каждого из нас родственники по всем городам и весям, и республикам, и странам. Вот, поэтому, конечно, мы можем так сказать, что мы родились в Киргизии, хотя, вот, между прочим, ты родился в Ярославле. Вот, но выросли точно все в Киргизии, большая наша часть, кроме барабанщика. У нас даже звукорежиссеры в Киргизии. И поэтому говорить о том, что мы родом оттуда, да, мы этим горды. Киргизия 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 которая влияет на умы, то есть тоже самое молодежи, на умы детей, которые только формируются. Мы стараемся. Не только наш кинематограф, но и западный снимает очень много хороших фильмов, которые потом призывают в итоге к доброму чему-то, к чему-то такому хорошему. В общем, точно не к разрушению, не к саморазрушению. К сожалению, этих фильмов не так много. Подзадержалась в наших каналах чернуха всякая, желтуха, не знаю. Если бы можно, было бы побольше. Я понимаю, социальные ролики тоже очень важны. Их тоже должно быть побольше, чтобы люди не забывали о родителях, о бездомных детях. Но фильмы тоже должны формировать сознание, молодежи, детей. А то сами знаете, что какие-то компьютерные игры, либо фильмы наталкивают молодежь на какие-то бездомные поступки. Кто-то окончает жизнь самоубийством, кто-то стреляет бабушек и так далее. Времена лихие. Вы знаете, так получилось. Вот я добавлю, Дима, в чем прав, что у нас, к сожалению, стали путать в кинематографе реализм. И вот чернух, как говорит Дима. Ведь многое из того, что показывается якобы реальное, оно настолько разовое, штучное. А у нас это выставляется, знаете, как нечто очень привыкшее. Потому что это происходит на каждом шагу в каждой семье и так далее. Это плохое. Зачем это делать? Лучше, мне кажется, наоборот, массированно показывать то, какие бывают действительно хорошие семьи. Или, может быть, грубо говоря, что бывает такого нетипичного в обычной человеческой семье, с обычными радостями, обычными горестями и так далее. Но поменьше говорить о том, об этом надо говорить, я ничего не говорю. Нам нужно говорить о слабых местах, скажем так, нашего общества. Но не надо на этом постоянно заострять внимание, постоянно говорить о том, что там убивают, здесь грабят, здесь там насилуют и так далее. Плюс надо просто почаще снимать фильмы. Вот знаете, когда смотришь, и комок в горле или слеза накатывает от того, что ты вдруг вспоминаешь о том, что да, ой, и вот моя мама так делала, например. Или, ой, и у меня вот такая же собака. Или, а мой ребенок вот так же интересно, смешно ходит. Или, ой, а я вот, вот, а ведь я давно не звонила тому-то. Или я давно не говорила что-то хорошего своему любимому человеку. Вот на такие вещи, мне кажется, нужно побольше обращать внимание. В сегодняшнее время очень нелегкое, очень сложное. Хотя какое время было легким у России? Ваша группа для многих слушателей и поклонников является примером для подражания. Все ваши песни нетривиальны, лишены негативного окраса, пронизаны добротой, чего не хватает многим вашим коллегам. А скажите, откуда вы черпаете вдохновение? Ну, из жизни, мне кажется, лучшие песни вообще от Бога идут, потому что порой бывает, сидишь пустой, и откуда-то идут строчки, музыкальные какие-то моменты, и ты понимаешь, что это не ты сделал. И порой бывают такие тексты, когда ты понимаешь, что ты на самом деле глупее этих текстов, а тексты в итоге рождаются, и потом мы это все поем, играем. Вот такая ерунда происходит. Интересно. А может быть, какие-то музыкальные исполнители? Вот вы говорили про детство. Вы, конечно, получили? Да нет, честно говоря, там не в этом дело. Мы в основном слушали музыку не на русском языке. Вообще, в Киргизии она славилась всегда тем, что там всегда господствовал джаз, фанк, я не знаю, там какой-нибудь, может быть, джаз-рок. И, как правило, это больше даже инструментальная музыка. Если вокальная, то там больше акцент делался не на текст, уж поверьте. И вот, собственно, на такой музыке мы и росли. Мы и росли. А сейчас, мне так кажется, если меня спросить, да, то мне кажется, у нас музыка такая именно потому, что вокруг мы чувствуем какой-то, скажем так, может быть, такой засилий, агрессии и всего остального. И тем самым, может быть, даже через свои песни мы сами спасаемся. Ну, кто его знает. Вот у меня так, например. Я очень рада, что у меня есть возможность, например, со сцены не призывать их к чему-то, да, или не агрессивно воздействовать на публику, а, может быть, наоборот, их как бы остановить немножечко в какой-то момент. Дать возможность отдохнуть душой, сердцем, телом. Если потанцевать, то, знаете, так, чтобы... С душой. Да, тоже с душой. Ну, вот, не знаю. Я очень рада, что у нас вот как-то в коллективе это все совпадает. Повезли на мысли, нам и надо бежать. Здесь больше нет смысла себя выражать. Там, где зашкалят все приборы. Нам новый мир откроет скоро. Город клетка По крышам Город клетка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Но, опять же, если даже сделать что-то такое существенное, я думаю, что это не на долгие годы все равно получится. Главное найти, как это правильно сформулировать-то, то, ради чего мы здесь живем, понять, да, кто ты, для чего ты, да, вот это самое важное, понять вообще смысл своего бытия, вот это главное. Ну, а мне не знаю, честное слово, я раньше, у меня были какие-то тезисы, такие как лозунги, которые не принято считать неординарными, они считались банальными, как вот за мир во всем мире, там и так далее. Я и по сей день могу сказать, что я действительно хочу, я понимаю, что это невозможно, наверное, но крайне существо, к этому стремиться надо. Я очень хочу, чтобы войн было поменьше, чтобы, да, да, не получится, наверное. Но, опять же, если мы будем верить, в конце концов, должны же, люди в свое время в коммунизм верили, что же говорить. Давайте, ну, будем так говорить, давайте, чтобы не было войн, чтобы вне зависимости от того, в каком мы государстве жили, в каком политическом строе существовали, какого мы были цвета кожи, национальности, вероисповедания, да, чтобы мы все-таки на этот мир смотрели добрыми глазами и друг на друга смотрели глазами, как самих себя. Понимали друг друга, старались, в крайнем случае, понимать. Ну, и для меня и сейчас тоже очень актуально, например, я все чаще думаю о том, что мало времени, может быть, в семье, да, вот, уделяется из-за того, что работа вот такая, а я не могу по-другому, потому что я сама по себе очень такой фанатик, что ли, работы. Я в последнее время себя торможу немножко, потому что я понимаю, что близкие, родные, любимые, а это не обязательно люди по крови, да, это может быть что угодно, просто есть у тебя родные, близкие, любимые люди. И надо стараться все-таки тоже им побольше уделять внимания и беречь их, и каждый день нужно показывать, что они тебе дороги. Это не будет никогда лишним, понимаете? То есть вот даже вот с утра ты проснулся, и ты должен уже вот стараться как-то, хотя бы хоть чем-то проявить то, что для тебя эти люди важны в этой жизни. Вот как-то так, ну, здоровья всем хочется, чтобы поменьше было всяких Эббл, ну, не знаю, каких-то болезней неизлечимых. Очень страшно смотреть, когда детки болеют. Вообще дети не должны болеть, взрослые-то не должны болеть. Как-то вот, не знаю, а дети вообще страшно. И кажется, оно вроде бы неизбыточно, но вот мне кажется, если весь мир как-то, вне зависимости от своих, не знаю, там, притязаний этих жизненных, и будут верить, что это возможно, мне кажется, что-то возможно сдвинуть с места. Ну, что-то будет лучше. Воздух чище будет, что ли. Очень приятно, что все-таки на нашей эстраде есть такие люди, как вы, открытые, чистые. Да, всякое у нас бывает. Мы тоже иногда злимся. Ну, дай Бог, чтобы у нас хватало сил оставаться человеками. Да, спасибо вам большое. Мы желаем вам творческих идей новых, успехов, здоровья вам, вашим близким. Поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством. Мы тоже поздравляем всех-всех-всех, у вас всех телезрителей, ваших каналов замечательного. Поздравляем тоже с наступающим Новым годом от всего нашего коллектива. Сейчас мы только вдвоем, но город 312 действительно желает вам счастливого наступающего Нового года. И берегите друг друга, верьте в добро, верьте в чудеса, они случаются на каждом шагу. Димочка, помоги мне. Мира, всем здоровья. Пусть будет всегда так, что старших уважают младшие. Дети любят родителей, родители любят детей, воспитывают их правильно. В общем, пусть у нас все будет хорошо, у нас будет замечательная страна. Но начинать нужно только с себя. Мира вам и добра. Это были «Город 312», я Александр Крузе. Слушайте хорошую музыку и оставайтесь с нами на канале «Союз». Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.